я вас приветствую мои дорогие весы мои дорогие именинники октябрьские всех у кого дни рождения персональный новый год начинается я поздравляю конечно же с вашим личным праздником и пусть у вас все получается все случается в этой жизни и все желания ваши исполняются это самое главное мои хорошие ну а мы сейчас посмотрим с вами прогноз на октябрь для вашего знака весы но пока я тасую карты я хочу сказать с астрологической точки зрения что в начале там даже две декады октября у нас будут 5 ретроградных планет в начале месяца сейчас озвучу смотрите до 6 октября у нас будет ретроградный плутон до 11 октября у нас будет ретроградный сатурн это тяжелые планеты такие приговаривающие до 18 числа у нас ретроградный меркурий и юпитер весь октябрь у нас ретроградный нептун меркурий юпитер нептун так все сказала и 6 планета у нас 20 октября уран тоже выходит уже поворачивается ретроградное движение мои хорошие о чем это говорит о том что не делаем ничего важного но очень хорошее время что-то переделывать пересматривать передумывать обучаться и так далее имеем это в виду и так весы октябрь как всегда у нас три карты на вечерца и одну карту мы вытащим с вами холода средневековая таро замечательная колода и давно я ее не брала в руки поэтому посмотрим мои хорошие поехали три декады первая декада вторая декада и третья декада хороший месяц весы мои хорошие мои дорогие да какие-то планирования у вас будут в первой декаде о поездках потом в общем-то середина месяца у нас помощника какие-то что ли будут да и но об этом мы поговорим поподробнее и третья декада октября какой-то цикл завершается у нас в конце октября и так первая декада первая декада это планирование это поездки это командировки для кого-то какие-то переезды это время когда вы уже возможно будете переезжать и ну вероятно конечно кто-то еще будет планировать переезд но тем не менее именно по шестерке мечей это уже сам переезд само возможно действие хотя мечи это у нас услышать что-то да ну в общем то скажем так поскольку прогноз общий мы не будем докапываться до сути тем более и как таковой не до прогноз общий поэтому будут планироваться переезды у кого-то будет командировка вынужденная поездка но и так далее возможно кому-то помогать будете с кем-то будете общее дело какое-то делать иметь либо с кем-то переезжать либо повторю помощь кому-то помощь либо получить помощь еще конечно как вариант давайте мы еще две карты вытащим ой замечательная какая карта ох тут же посмотрите какой контраст у нас такой контраст вы знаете как это может проигрываться возможно будет какое-то известие о чьей-то кончине известие о чем-то увольнение известие чьей-то болезни и это известие даст вам хороший толчок для чего-то как бы это вот не звучало возможно странновато но когда это начнет происходить вы поймете и возможно это известие о каких-то чьих-то неприятностях либо это как устранение человека который мешал возможно в чем-то и вы решите поехать туда где вам будет очень очень хорошо очень комфортно либо у вас осуществятся какие-то ну не знаю допустим конечно маловероятно но есть такие ситуации когда в роли любовницы да допустим и там ну вы узнаете разводе там если это не самостоятельно то это принудительно будет разводе вашего мужчины и вы становитесь то есть на место его семьи но это такой пример не очень такой корректный но тем не менее вот какая-то такая ситуация будет декада говорящая декада такая скажем очень живая если у вас праздники мои хорошие вероятность есть что у вас съедутся все ваши родственники у вас будет много подарков много чувств будет это такая чувственная декада вот когда вы может быть задумаете переехать куда-то знаете может быть вот кто-то приедет вам что-то расскажет либо куда-то позовет и вы решите куда-то переехать вот так это может проигрываться первая декада октября мои хорошие весы 2 декада 2 декада вы знаете говорит о том что если вы задумываете праздновать свой день рождения либо попадаете на какое-то мероприятие либо это если не день рождения там свадьба кристины и так далее любое торжество которое вы хотите устроить может быть юбилей у кого-то и так далее вы его лип лично вы которые устраиваете вы должны устроить его как всегда то есть здесь основная мысль консерватизм ничего ноу-хау эта карта нам говорит о том что дни не будет иметь успеха и успех будет иметь то как люди привыкли то как это раньше делалось то есть по наката пап уже про пройденной дорожки вот так можно сказать но также эта карта на может говорить о том что может быть кто-то вам помогает будет во второй декаде октября в каких-то ваших достижениях в каких-то ваших проектах возможно ну вот какие-то помощники два человека то есть обращайтесь к людям обращайте внимание на тех людей которые проявляют к вам интерес потому что в итоге это могут быть ваши хорошие помощники мои дорогие а мы давайте так еще две карты и посмотрим более подробно что же там что же там и так деньги ждем деньги взращиваем любовь посмотрите у нас старшие арканы и вот интересно вы знаете практически что-то решится в первой декаде и практически со второй декады у вас уже начнутся какие-то судьбоносные события такие вероятно многих из вас деньги ждем деньги какое-то действие которое позволит вам может быть какие-то вложения на уже на прибыль да и вы будете ждать и какие-то проценты к пока вот какая-то сумма соберется либо вложение каких-то денег в какой-то проект и этот проект через какое-то время даст свои результаты но нужно немножко подождать то есть деньги которые нужно подождать и давайте обратим внимание на карту влюбленные это старшие арканы как я уже говорила и конечно же так а то говорит о любви с первого взгляда эта карта говорит о том что если у вас есть отношения то эти отношения перейдут на новый уровень на более серьезный уровень на ступень выше возможно вы получите предложение возможно вы решите съехаться вместе уже но по и по карте вот потом то что мы видим по этим картам лучше конечно действия традиционно сначала сходить загсов потом съехаться ну вот так могу сказать вот если у вас тема такая любовь для вас она не актуальна вы давно и счастлива в браке и в общем то уже прошли все свои стадии которые только можно было и все хорошо то это может означать эта карта может говорить от влюбленной о том что компаньона возможно вы встретите компаньона познакомились с человеком с которым сможете организовать свой бизнес возможно у вас есть такой человек тогда обратите на него внимание потому что вместе все-таки вы добьетесь большего чем в одиночку ну вот такая интересная середина месяца у нас вторая декада мои хорошие весы и третья декада третья декада это у нас какое-то завершение цикла завершение цикла это может быть завершение какой-то болезни завершение какого-то проекта завершение какого-то состояния может быть вы жили в состояние любви, у вас вдруг эта любовь пройдет, состояние одиночества, и вы теперь уже не будете одиноки, состояние, ну, какое еще может быть, ожидание, и вы уже всего дождетесь, либо уже это не будет иметь для вас такого смысла, вы перестанете ждать, вот какое-то завершение определенного этапа, так скажем, давайте мы к этой карте еще две вытащим, посмотрим более подробно, но поскольку карта мир, это у нас последняя карта в старших арканах, поэтому и звучит она как завершение цикла, ой, опять старший аркан, посмотрите, что делается, какой важный для вас месяц, ну, в принципе, там, где дни рождения, там, правда, что важные энергии очень идут, потому что мы заряжаем свой персональный новый год и так далее, поэтому, ну, это, как бы, имеет место быть, и посмотрите, карта умеренность, во-первых, я хочу сказать, по этой карте, не буду по ней долго проходить, по этой карте, это у нас какое-то известие, новость, услышите, и умеренность, умеренность, это, знаете, нужно держать баланс, чтобы у вас в жизни не происходило, держите баланс, ну, в общем, держать баланс, когда все тихо, умеренно, спокойно, и вот этот баланс сохраняйте, вот так можно сказать вкратце, потому что прогноз общий, и, в общем-то, людей много смотрит, да, и у каждого своя ситуация, примеряйте все эти ситуации, даже если они не проговорены, но сам смысл, примеряйте на себя, и вы будете понимать, что у вас происходит на данный момент, и поэтапно, по декадам можно понять, что же ожидать от декады, а мы давайте посмотрим одной картой настроение месяца на колоде, ух, средневековая таро, карта дьявол, вы знаете, это карта, такая, ну, скажем так, не очень здоровая ситуация, когда, да, ну, я скажу, как она может проигрываться, возможно, в октябре вы будете злоупотреблять спиртным, либо злоупотреблять сладким, перееданием, жирная, сладкая пища, вот какая-то такая, когда появляется уже у человека, вот от обжорства зависимость какая-то, когда много пьет, много курит, тоже какая-то зависимость такая негативная, вот, избегайте этого, то есть совет от нам, от средневековой колоды таро, не злоупотребляйте, и, кстати, не зря нам выпала вот эта карта умеренность, держите баланс, мои хорошие, и все будет у вас хорошо, потому что все-таки здесь в основном у нас положительные старшие арканы, ну, и последняя карта, это тоже, кстати, старший аркан, она еще, кстати, для женщин весов может означать мужчину козерога, но тогда это будут не очень хорошие отношения, какие-то зависимые отношения, болезненные, может так случиться, ну, это все не индивидуально, хочу подчеркнуть, потому что расклад общий, вот так у нас пройдет, мои дорогие весы, месяц, октябрь, замечательный месяц, я вас еще раз поздравляю с вашими индивидуальными праздниками, у вас, не забывайте про соляр, это 12-дневный, 12 дней, 12 месяцев в году, да, вы знаете, что такое соляр, каждый день мы делаем для себя что-то приятное, обязательно, чтобы у нас хорошо прошел наш персональный год следующий, ну, а я с вами прощаюсь на этом, я желаю, как всегда, хорошего-хорошего месяца, и по возможности услышимся в следующих видео, пока-пока!